Два с половиной года назад Евгений стал обладателем автомобиля с электродвигателем. И с тех пор вождение и обслуживание машины протекает для него совершенно иначе. Плюсов много, но главное – существенная экономия в расходах на топливо. Наиболее бюджетный вариант заряда автомобиля у жителей частных домов и членов гаражных кооперативов. Заехал в гараж, зарядился по гаражному тарифу, получается в пять раз дешевле. Если заряжаться на таких станциях, то есть у кого гаражей нету, а у многих их нету, то где-то около три-три с половиной раза. Это без учета масла и фильтра, и плюс работа. Еще один немаловажный фактор – снижение рисков поломок и затрат на расходные материалы. Там нечему ломаться. Если касаемо жидкости, омывайка, это ни о чем. Не говорит. Масло в редукторе, трансмиссионное, литр. И все. С увеличением количества электромобилей в Московской области активно развивается электрозаправочная инфраструктура. С 2016 года зарядные станции устанавливают в дворах многоквартирных домов, на парковках торговых центров и интегрируют в опоры уличного освещения. На данный момент в зоне деятельности Одинцовского филиала АОМО Соболэнерго находится 21 зарядная станция. Если мы говорим об Одинцовском городском округе, то это 19 зарядных станций. Ежегодно мы устанавливаем по 3-4 зарядных станции. Зарядные станции для электромобилей бывают нескольких типов. Самые распространенные, так называемые, медленные зарядки, мощностью от 3,5 кВт. Сопоставимы с обычной бытовой подачей электричества в 220 вольт. И быстрые 22 кВт, которые заряжает аккумулятор авто всего за несколько часов. Если мы говорим о зарядке 22 кВт, то эта зарядка уже, можно сказать, промышленная. Таких результатов от обычной городской сети вы не добьетесь. Эта зарядка заряжает автомобиль намного быстрее. В целом, наверное, за 1-3 часа. Реализация программы по развитию электрозарядной инфраструктуры Подмосковья запланирована до 2026 года. Список адресов, где устанавливаются ЭЗС, формируется Министерством энергетики Московской области по результатам опроса жителей населенных пунктов. И еще один бонус для водителей электромобилей. С 1 марта 2023 года проезд для таких авто стал бесплатным на многих скоростных платных магистралях. В том числе на Минском шоссе и северном обходе Одинцова. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.